всем-всем добрый вечер у нас погода пиздец купили вот направляющие с профилем идем с моим этим брать алкоголиком алконавтом если тащит несет куля поздоровайся он короче никого признавать не хочет после разбитого разбитой физиономии во всех грехах винит всех своих грехах вот все виноваты только не он я все знаете что думаю девочки о кошмар какой-то ладно остался во первых живой да все думаю а вторых не разбил телефон и потерял последний свой слуховой аппарат я девчонки не знаю как у него остался целый слуховой аппарат и целый телефон и целый велосипед я просто в шоке да кто-то там написала легко отделался правда я сначала обвиняла его друга ну что что на его напоил вот а потом выяснилось то что коля ему сам наливал предложил выпить у коли были сабы деньги и они в парке распили бутылку водки потом я у него спросила зачем ты говорю ты сделал он сказал нас ранее плохое то что мобилизацию ребята падают вот не знаю короче на следующий день когда он приехал в больнице он раздевался он все он знаете как у него среди музыку было ну как он и так у меня недалекого ума знаете да а первое время вообще несколько дней первый вообще пришел как дурачок ненормальный когда мой все добрался я не знаю и короче раздевается а у него это трусы вот так вот именно изданку а за наперед одеты привет это говорю ты где горы трусы тупы передел я так вчера видимо поехал не знаю девочки ничего не могу сказать не знаю ну конечно я сказала как все ладно живой остался когда со скорой помощи позвонили я вообще была в стрессе я вообще плод сути я думала там вообще гибельное дело ужас но это неожиданно я даже не ожидала что так получится еще одна женщина подобрала его мы не подобрала факту что вызвала скорую помощь это все да тут бы неизвестно было бы чудом о кошмар ужас а у мамы случился сердечный приступ это после того как она узнала о мобилизации сына вы спрашиваете по поводу моего сына я ничего не знаю связи нет никакой а вот связи оборвалась ничего не знаю девочки ничего не могу ответить вам не видела не слышала не слышала не знаю вот ночами не сплю конечно же сплю по два-три часа в сутки а вот живу вся в тревоге волнение ну куда деваться теперь постоянно присутствует вами тревога постоянно она просто не уходит от меня никуда все 24 часа вот так молюсь плачу молю все и делаю вот так а по поводу мама она вот упала когда удивительный случай произошел да тоже ее знаете кто подобрал ее подобрал чисто случайно ехал федер у нас вот коллега коли по работе который да но я ним рассказывала вам он этот приехал со спиртзавода видит лежит на тротуаре лежит женщина он даже не знал что это моя мама вот он ехал на своей машине увидел что лежит женщина и короче это потом уже узнал когда я позвонила он взял трубку а я даже не знал что это как ваша мама вот так да все это очень страшно сейчас очень очень ну сейчас сейчас очень тяжелое страшное время все это знаете новости не смотрю почему не смотрю потому что мне без новостей хватает слез переживаний страданий а вот а мама она всегда смотрит новости всегда телевизор там она в двадцать три часа в сутки да но это она тоже зря делает потому что ну нельзя так участие написала метод помолодела я куда помолодела помолодеешь поправилась 2 подбородок появился во первых я не поправился во вторых и не помолодела а в этих я вся на нервах живу нервы мои натянуты как струна просто они натянуты натянуты до беспредела сейчас немножко успокоилась как бы да наверное второй день где-то чуть-чуть так успокоилась а было вообще у меня кошмар я думала сойду с ума было прям такое состояние крик душу у меня был ну думала что я сойду с ума прямом смысле слова вот так ну ладно побежала я про фильма купили убежала я домой на улице дождик видите да ну 8 осенней пора пошла короче все дела всем хорошего вечера спасибо вам всем всем спасибо за комментарии всем спасибо за то что вы мне ждали и конечно же и хотел бы еще поблагодарить вас там люди писали меня так не успела поблагодарить конечно из приношу извинения за то что вы заказали 40 уст и всем кто заказал за моего сына да спасибо низкий вам поклон за земли вот и конечно же всем дай бог здоровья естественно всем и мирного неба над головой всегда желаю не знаю как дальше буду жить как буду с этим бороться не знаю надо как-то жить вот так